Добро пожаловать в мой сельский дворик. Сегодня вас ждет много всего интересного. Посмотрите, кто вас встречает. Запомнить, как называются детеныши домашнего скота, а также, как они выглядят, теперь будет гораздо проще. Прямо на территории детского садика номер 80 расположился небольшой, но реалистичный сельский дворик. Колодец, мельница, ясли и, конечно же, сами животные. Для городских ребят все это в новинку. Воссоздать кусочек глубинки удалось благодаря целевым средствам, выделенным на развивающую среду детсада. Такую ежегодную помощь дошкольные учреждения республики получали уже дважды. В дальнейшем мы будем его, естественно, увеличивать. То есть и появятся уже детеныши у других животных. И, естественно, будем здесь разбивать небольшой огород. То есть все будем приближать к деревне и к селу. Для каждого возраста познавательная экскурсия своя. Ребятам из второй младшей группы не только рассказали о животных, повторили и тему овоща. По очереди сельский дворик примет все группы сада. Каждый малыш сможет познакомиться с его жителями и больше о них узнать. Идейные вдохновители и те, кто воплощал задумку в жизнь, сотрудники детсада. Уверяют, даже зимой применение обитателям интерактивной обучающей площадки найдется. Данные животные будут использоваться на занятиях. Мельница, колодец и будка собаки тоже будет использоваться на занятиях и на определенных утренниках. Утренники у нас всегда тематические, утренники у нас централизованные. Это тоже всегда пригодится. Важный момент. И животные, и все остальные элементы дворика выполнены из экологически чистых материалов. Поэтому площадка не только красивая и удобная, но и безопасная. Дарья Боронина, Дмитрий Малахов. Народные новости.